Никогда не совершайте два типа ошибок. Вообще ошибки – это суперхорошая вещь, совершайте, делайте их. Но есть два типа ошибок, которые никогда нельзя совершать, не нужно совершать. Первый тип ошибок – это повторные ошибки. Повтори, да, но та же ошибка. Это вы по кругу крутитесь. Повторные ошибки никогда вас не приведут к успеху. Это то, что нельзя делать. И второй тип ошибок – это ошибки с необратимыми последствиями. То есть в жизни каждого человека существуют вот такие ошибки с необратимыми последствиями. Например, когда у вас есть бизнес, вы приходите к чиновнику и его берете вдоль. Ошибка с необратимыми последствиями. Все, вы не можете теперь ему завтра сказать, извини, давай не будем. Не будем, да. Все, уже. Это такие вещи. Откуда происходит эта ошибка? Эта ошибка происходит... Вообще я больше работаю над правильным мышлением, а правильное мышление, она формируется от правильного мировоззрения. Правильное мировоззрение формируется за счет убеждений, наших внутренних убеждений. Так вот, откуда вот эта ошибка происходит? Она исходит из нашего неправильного убеждения, что деньги работают сами. И мы думаем, так, сейчас проинвестирую, дальше деньги работают. Проинвестирую, дальше деньги будут сами работать. И мы думаем, что деньги работают сами. Это большущий миф. Деньги сами не работают. деньги на самом деле как животные, как скот если ты потерял контроль, они разбежались они все время стараются разбежаться все время их кто-то старается украсть все время ими кто-то пытается воспользоваться поэтому деньги вне контроля это не ваши деньги поэтому когда вы проинвестировали сюда и думаете деньги будут работать не будут, работать должны вы поэтому здесь вопрос такой, а как работать вопрос не физический вы же не лопатой мажете вы же инвестор, основная работа инвестора это внимание теперь как сделать так, чтобы у тебя много проектов, а у тебя хватало внимания для этого в каждом проекте выявляется 3, максимум 5 основных ключевых показателей через которые ты можешь видеть здоровье всего проекта все, ты только контролируешь 3-5 цифр в каждом проекте 3, если дальше смотришь по отклонениям если отклонение пошло в негативную сторону ты начинаешь глубже уходить уже 10 показателей смотришь смотришь там негативный прогноз идет спад ты дальше погружаешь уже 50 смотришь потом дальше уже 100 цифр потом говоришь а ну-ка давай всю бухгалтерию сюда вот так надо как бы управлять то есть управлять надо только ключевыми параметрами ключевыми показателями результатами для этого в каждом бизнесе я всегда стараюсь выявить 3 ключевых параметра без чего бизнес загнется да но в которые в которые показывают полностью здоровье этого бизнеса он условно врачи что делают когда вы чувствуете себя не очень хорошо первое что они делают а не градусник градусник вроде тупой показатель но нет один показатель уже показывает что-то не так врач еще ничего не знает что не так он еще не знает что у вас за болезнь но он уже опа что-то не так вы нездоровый а чем болеете он не знает но то что вы нездоровый он уже точно знает сигнал да одним параметром то же самое и я у меня три показателя в каждом бизнесе такие градусники датчики когда я вижу что они начинают ухудшаться я сразу говорю там нездоровая ситуация я еще не знаю что происходит потом не здорово и я начинаю больше внимания уделять и начинаю больше погружаться